25 лет, как мечеть имени Ахат-Кажи служит народу в поселке Сортировка. В храме Всевышнего, который с 1996 года помогает людям в поклонении Аллаху, был прочитан Коран и накрыт стол для угощения народа. Подробности в нашем заключительном репортаже выпуска. Юбилей мечети Ахат-Кажи начался с посещения могильника Жамильяна, чтения Корана. В этом некрополе сохранилась правильность возведения кладбища и самого мавзолея, не допуская расточительность. Наследие Ахат-Кажи в виде религиозных фактов и ценных произведений, которые он оставил подрастающему поколению, были признаны только после обретения независимости. Одно из его стихотворений было написано на камне и установлено перед мечетью. Собравшиеся стали свидетелями открытия этого благодарственного камня. На юбилее присутствовали люди из села, прямые потомки Ахат-Кажи, приглашенные гости из других регионов и представитель Духовного управления мусульман Казахстана по Карагандинской области. Этот человек был участником сталинских репрессий 1939 года, которые, к сожалению, коснулись и нашей страны. Ахат-Кажи сделал себе имя и стал уважаемым и популярным среди народа. Мы в дальнейшем собираемся прославлять его имя и оказывать почет. Есть такое намерение. Церемония открытия Минова камня Ахат-Кажи продолжилась с концертной программой в Доме культуры. Звенки и кьюи, красивые песни, красноречивые пожелания такынов подняли настроение всем присутствующим. В ходе программы приглашенные гости выступали с добрыми пожеланиями. А после главный имам мечети Ахат-Кажи ознакомил присутствующих с проделанной работой за 25 лет, а также наградил тех, кто до сих пор принимает активное участие в продвижении и поддержке мечети. Я пришел в эти края, когда здесь еще не было мечети, и с тех пор 25 лет верой и правдой служу народу. Хотелось бы подчеркнуть и отметить, что это первая мечеть в данном районе, и пусть она останется в истории. Я являюсь первым имамом, и мне хотелось бы совместно с жителями и присутствующими преодолевать все трудности. Пусть из поколения в поколение это будет большим примером. Пусть Аллах оградит нас от гордыни, пусть направляет нас только на благие дела, и вместе с народом мы все это пройдем. После прочтения молитвы Зухар был накрыт стол с угощениями и прочтен Коран. Затем были проведены соревнования по настольным играм, перетягиванию каната, казахшах врез, и победители были награждены денежными призами. Айша Усимбекова, Шелкар Алтенбеков, Николай Шевелев, 5 канал.